В сельском хозяйстве есть чему поучиться также друг у друга, тем более, что у нас схожие и земли, и климатические условия. Мы знаем, что бранчно лидируют по выпуску отдельных видов сельхозпродукции и ставят рекорды по урожайности картофеля и зерновых ржи, тритикали в частности. На хороший уровень у вас вышло животноводство. Для нас это тоже один из приоритетов и широкое поле для совместной деятельности. Сегодня вы побудете на Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это уникальный производственный опыт, вы как специалист это оцените. Мы производим там хорошая корма в перспективе, начнем выпуск ветеринарных препаратов и оборудования для животноводства. Готовы расширять поставки продовольствия, других товаров, абсолютно не мешая вашим производителям и даже не конкурируя с вами. Надо объединить наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке. Большие перспективы имеет научное сотрудничество в агропромышленной отрасли. Семеноводство, испытания сортов растений, селекционная работа. Это то, что уже делают наши ученые в рамках взаимодействия с Брянской областью. Хотелось бы, чтобы эти совместные проекты увеличивались, но с предельной ориентацией на практику. Не только теорию, но и практику. Вы хорошо знаете, как работают наши строители. В прошлом году реализованный инвестпроект по строительству 16-этажного жилого дома в Брянске. Если вас устраивают наши строители, мы будем с вами в этом плане и дальше сотрудничать. Знаю, по разговорам и переговорам с президентом России, огромные задачи стоят в строительстве. От дорог до строительства культурных, промышленных объектов, в том числе и прежде всего жилья. Мы готовы включаться. Нам это выгоднее, чем ехать за 3-9 земель, как мы на Сахалине помогали. Ну а здесь рядом давайте вместе будем работать, в том числе и по строительству. Мы готовы предложить и капитальный ремонт жилья, зданий, строительство дорог, проектирование, проведение инженерных изысканий. В Беларуси есть хорошие специалисты, высококачественная техника, оборудование для сфер водоснабжения, водоочистки, отопления, переработки мусора и многих других перспективных направлений. В полной мере это касается тех проблем, которые подбросил нам с вами и Чернобыль. Брянщина, как ни один регион России, так же как Беларусь пострадали от Чернобыль в свое время катастрофы, сегодня мы видим последствия, особенно кадровые, особенно вы это ощущаете. Мы занимаемся возрождением этих территорий, вы знаете наши программы, созданием нормальных условий для жизни людей, есть уникальные методики, разработки, если они вам интересны, мы готовы сотрудничать.